Всем привет! Сегодня 3 мая, Московская область. Погода нас по-прежнему не радует. 12 градусов тепла и постоянно идет дождь. Но это совсем неплохая погода, чтобы, например, высадить рассаду томатов в теплицу. Что я сегодня буду делать? Находимся мы с вами в стеклянной теплице. Здесь я выращиваю только высокорослые сортовые томаты. В теплице 3 грядки, 2 прохода, которые замульчированы толстым слоем хвойного опада. Сейчас вам быстро покажу, как выглядит рассада. Она уже готова к высадке, не переросшая, отличного качества. Я ее посадила часть 11 марта и часть рассады 14 марта. Она уже закаленная, как видите, лист хороший. Вынесла довольно-таки давно уже в теплицу. Ну, недели, может быть, 2, а то и больше она у меня здесь. И я просто ее прикрывала укровным тонким материалом днем номер 17, чтобы не погорели листики, так как солнышко очень яркое. Она прикрывала уже толстым укровным. Вот так она замечательно выглядит. Самое время ее уже высаживать. Я хотела попозже высадить там в числах десятых, допустим, мая. Но смысла нет, потому что такая же погода. Подтепление будет максимум с 12 мая. А я на праздники решила все уже не спеша высадить, пока есть свободное время. Грядку я уже одну подготовила. Что сделала? Теплица, вообще сама теплица у меня обработана, помыта, все сделано с осени. Я теплицу всегда обрабатываю с осени, чтобы весну она у меня была чистой. Весной я могу просто с керхера промыть стеклянные стены просто в напорном воды. Все, это максимум. А так теплица у меня уходит чистая и обработанная. Я считаю, что это правильно делать с осени. Грядка у меня тоже все заправлено с осени. То есть здесь заложен в зиму конский навоз и пролито все бактериями сияния номер один. Никакие сидераты в этом году я не использовала, то есть не сеяла. Просто закрывала укровным материалом, чтобы не сохла земля. Все, сейчас я сделала это, вскопала вилами землю, взрыхлила, так сказать. Вот, и все, этого достаточно. У меня земля полностью готова. Она, как видите, не сухая, влажная. Как раз та земля, которая пригодна для высадки. То есть не нужно ее проливать дополнительно. Вот так выглядит земля. Червей, конечно, здесь полно, благодаря внесению конского навоза. Все отлично. Почему я вскапываю вилами? Потому что у меня также очень много берез на участке летают морские жуки. Я проверяю на наличие личинок хруща, чтобы здесь не было. Ну и, допустим, если попадается проволочник, вытаскиваю. Поэтому на всякий случай все равно я прокапываю вилами. Не лопата, а именно вилами. И граблями немножко вспушила также земля. Все готово для того, чтобы высаживать рассаду. Так, я частями сначала эту грядку, потом эту крайнюю буду готовить. И уже посередине. Что еще приготовила, чтобы уже мне быстро высаживать рассаду? Это ведра с водой. Воду я набрала не из колодца, чтобы она не была ледяная. Она из бочки 200 литровой, которая находится в стеклянной теплице. То есть она и не холодная, и не горячая, так сказать. Разбавила я в этой воде одну пачку Приходермы Вереде. Здесь 30 грамм, и разбавляется на одно ведро воды. Ну, сначала вы растворяете в небольшом количестве воды, и потом уже доводите до края ведра. Приходермы Вереде – это от компании «Ваше хозяйство». А приобрести можно в интернет-магазине «Агросимфонда». Замечательный препарат, я им пользуюсь всегда. Растворила вот три ведра, три упаковки. Приготовила также золу, буду добавлять в лунку. Приготовила здесь у меня биогумус, который производят мои черви-старатели в мешке. И буду еще добавлять сапропель, буквально по чуть-чуть в каждую лунку. Это все, что мне понадобится для высадки томатной рассады. Также вечером я приготовила бирки, чтобы подписывать сорта. Вот они у меня все уже подписаны. Что не хватит, буду здесь дописывать. Ну, теперь начинаем. Слышите, какой дождь? Вот такая у нас погода. Хотя в теплице очень довольно-таки тепло, плюс 15 градусов. Итак, работа у меня уже началась. Но прежде чем высаживать томаты, я выставляю растения примерно на то расстояние, на котором они будут расти. Допустим, если это сердечные томаты, то расстояние держу около 25 сантиметров. Если более мощное растение, то 35-40 сантиметров. Стараюсь сорта высаживать вместе. Вот допустим, если это сорт черное сердце с носиком от Борисовны, все четыре куста я сажаю рядом. Ну и так дальше по сорта. А сейчас я вам покажу буквально пару растений, как буду высаживать. Теперь начинаю высаживать томаты. Сделала одну посадочную ямку, вторую чуть-чуть наискосок. Добавляю в нее по 250 примерно грамм биогумуса от червей-старателей. Затем по горсти золы и по полгорсточки добавляю сапропелля. Буквально по чуть-чуть. И все это слегка перемешиваю. Как вы знаете, что минеральными удобрениями я не пользуюсь. при выращивании овощей. Затем беру рассаду томата. Смотрите, как она замечательная. Это сорт сахар розовый. Вытаскиваем. Вот такие замечательные корни. Так выглядит. Заглублять буду минимально. Совсем чуть-чуть. Потому что рассада у меня не вытянулась. Она отличного качества. И присыпаю. Уплотняю. Возле стебля. Все. Второй. Это тоже сахар розовый. Тоже смотрите, какая замечательная корневая система. Нижние листы я удалять не буду. Чуть-чуть заглубляю. Так же. Уплотняю возле стебля. Затем. Я уже говорила, что у меня приготовлена вода. Здесь растворена триходерма, вериде. И по пол-литра я буквально поливаю. И сверху чуть-чуть присыпаю землей. Чтобы не было такой, знаете, корки. Все. Два растения я высадила. Высаживаю рассаду и не близко к стенке теплицы. И так же, чтобы не близко к бортику самой грядки. Потому что чем ближе к бортику посадишь, она будет потом мешать ходить. Разрастется, когда растение. Поэтому где-то вот ближе к серединке. Все. Я сейчас дальше буду уже высаживать растение. Еще важный момент, это, конечно, прикрепить бирочку с названием и с той информацией, которая вам нужна. Я цепляю прямо на сам ствол растения. Все. Все. Томатную теплицу я полностью высадила. Видео я начинала снимать в 10 часов утра, сейчас 4 часа вечера. Вот только я закончила. Но это, конечно, с перерывами. Вышло солнце, жара невыносимая. В теплице, по-моему, 27 или 28 градусов. Я открыла дверь. У меня даже поднялись форточки. Дверь я тоже, если она открыта, закрываю укрытым материалом. Номер 17, как и все стены в теплице. Но здесь пока плотные. У меня 17-го нет. Докуплю, повешу. Это чтобы сюда не залетали разные насекомые, не мешали мне работать. Рассада, конечно, еще осталась в остатке, наверное, кустов 35. Меня часто спрашивают, сколько кустов, корней я высаживаю вот в эту в теплицу на 3 грядки. Я точное число не считаю. Я даже не знаю сейчас, сколько я высадила. Все смотрю по сорту, по растению. Также у меня растут низкорослые томаты. Ну, они среднерослые томаты. Это рубинчик я показывала, высаживала в мягких контейнерах. 4 штуки. Все с ними нормально. Живы-здоровы. Я их даже на ночь не накрывала. И все отлично. Эти томаты я тоже, соответственно, накрывать не буду. Я еще не подвязывала, конечно, потому что все возможно. Вдруг будут какие-то заморозки, чтобы мне поставить быстро дуги и прикрыть укрытым материалом. Да и растения еще не такие высокие, чтобы их уже начинать подвязывать. Буду я это делать через недельки две минимум. Подвязку томатов. Все подписано у меня. Все кусты. Все в порядке. Так, мульчировать. Я каждый год мульчирую это солома. Но сейчас пока рановато. Мульчу я пока закрывать не буду. Потому что еще довольно-таки прохладно. ночи. Днем еще терпимо может быть жарко. А вот ночи холодные до плюс пяти-шести градусов. Поэтому с мульчой не буду торопиться. Я буду мульчировать, наверное, через недельку, может быть, полторы. Все здесь засыпать соломой. Опять-таки проливать бактериями. Здесь я буду уже использовать сияние номер один. Но это нужно будет снять видео и показать, как я это делаю. При высадке у меня ушло полмешка биогумуса от моих червей-старателей. Потом сапропелля, наверное, полкилограмма. Золой одно ведро. И четыре пачки я израсходовала триходермы и вериде, когда поливала под корень. Вот, в принципе, и все. Останется мне теперь засадить еще перцы, баклажаны, огурцы, но это уже будет в другой маленькой моей стеклянной теплице. Да, здесь еще по краю я высадила это лук на зелень, перебрала свой лук прошлогодний, мелкий весь выбрала и как выборок он получился. Высадила здесь с краю, оставила место, лук вырастет, уйдет, я сюда засею укроп. Такое, знаете, небольшое уплотнение. Здесь я по краю прям высадила это кинза. А здесь уже вместо этого стула я буду по краю высаживать бархатцы. Я всегда так делаю, мне нравится, когда растут бархатцы в теплице. Вот и все, что я сегодня вам хотела показать. Я вам желаю всего самого хорошего и всем пока! Субтитры